вот так здравствуйте вы теперь скажите кто вы и где находитесь где где ну я понял тогда так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я слушаю вас говорите хорошо слышу я советовать как могу я знаю что наш сайт это самый может быть богатый во всей мировой сети 50 книг только аудио мной начитана если на форум зайдете я вам скину туда данная 1600 тем тем это же можно выбрать 4124 вопроса ответа которые в университетах давал там все можно найти я что могу советовать от нашего сокровища куда то идти это надо узнать просто о чем бы они говорили у нас это есть более полно отвечено повторите ну так у нас только роликов 8600 8600 это вообще у нас и тут и в деревне мы детский лагерь работа как люди обращаются церкви как с детьми занимаются вы все найдете абсолютно вот как у меня 8 лет 6 лет ребенку и 4 годика сын 4 годика лаврентия забудут так слава богу скажите еще пожалуйста а как быть вот насчет воспитания детей что я должна как мужчине и как девочкам привить в первую очередь как православные христиантов что сказать тут у нас отец с матерью двое они были то отец войны с рукой так руки вот такой не была одна рука а мы не знали что такое когда мать спрашивает а как воспитывали а их не воспитывала не горит сами воспитывались они смотрят как дети они работают мы с 5 лет отец пастух был мы на поле дома что делает в огороде мы делаем молится умолимся да раньше этого не было чтобы уходили в школу то что в домашней обстановке ну ты же смотришь как поступают дети вот я сколько с ребятишками то не день не два 45 лет занимался у меня тысячи детей прошли его ребенка видно как и строгость надо и ласку надо смотреть внимательно вода же ночью встает ребенок ты все равно хоть молитву но прочитаю и златоуз гортасы не сегодня то когда уходит он в школу допустим пошел вас иконы ездить и называется передний угол красный угол чтобы стал положил три поклона и сказал мама благослови а вы сказали бог благословит и по-другому никак пришел из школы опять три поклона у меня все хорошо слава богу видите даже это за стол садится вы за стола встает утром вечером всегда молитва должна быть у нас же утренне-вечернее правило сильно не утомляйте этим а находите такой щадящий режим утром молитва подольше а вечером небольшая ну просчитал до воскреснет бог три святое ну и чтобы дети знали что такое поклоны ну вот говорят тут надо там где-то кому-то учиться где-то ходить может и где-то надо но не надо ходить там где не православное ходить только православным что где слово божие преподают у вас там храм то есть но видите когда изучает слово божие прошедшие уроки более подробно рассказывает если не были но кратко можно узнать о чем там говорили это же не так как математический тому или теорему пропустил дальше тебя не идет пока не изучишь что а здесь не так мы сегодня занимались история адама а я прихожу в это время уже давить ну и что я я да видит уже буду слышать и понимать что все идет оттуда вот на лето то были бы где-то рядом можно было в гости разрешить приехать у нас видите наще с красноярского края были да но если вы смотрите я вам как закончим говорить я скину наши ресурсы вам у у нас три раза в неделю идут занятия по skype вы можете увидеть я вам скину с данные что-то тут плоховато слышно да ну кроме того воскресенье идут они у нас в трапезной при храме а три раза это по полтора часа среда пятница воскресенье в шесть часов по нашему вечером но вот мы на четыре часа от москвы разнимся я вам это тоже скину чтобы могли ориентироваться что мне какая разница то давайте говорите говорите а вы их пригласите когда будете следующий раз говорить так допустим через месяц пригласите с собой вот так чтобы они были рядом и они могут больше ничего как человек не слушать ему насильно не вложишь да еще о крещении вот меня крестили я точно помню в одиннадцать лет в моей столице это город Владимирск у меня была столица и мы там в столице у меня крестили меня в одиннадцать лет и меня вот волосы открыли как положено и поливали как вы говорите обливанием по строгости правил апостольское 50 правило священник должен быть извержен за это с него сам снимается он никто уже а вы не крещеные надо креститься правильно троекратное полное погружение не надо то есть изменение это искать это самовольство вы знаете что обманывает людей это люди не знают идут и надо чтобы человек уверовал во христа верующий будете креститься спасен будет евангелист марк так пишет да не перекрещиваться это неправильно его ничего там и не было обман как перекрещиваться в темноте вы пришли получать деньги за работу а вам она в руки дает дома рассмотришь а ты пришла там фантики конфетные ничего и нету что снова получать это не получила ничего тебя обманули написано что трижды ты должен с головой уйти под воду ты умереть должен умереть для этой мирской жизни а когда люди этого не делают о чем знает то есть но то у нас тут священники тоже крестятка так как попало но когда им говоришь у нас чтобы обязательно полное погружение они сделают тогда и надо просто мы это сами то должны говорить ты подходишь с чашкой где-то там столовой то а тебе пустую воду дают или что то вы мне дали то снова платить что платить то когда тебе не дали обманывают они должны положить что ты выписала и чтобы обязательно бесплатно ни рубля не платить платить это значит все напрасно будет это грех симония а скажи будет возможность я помогу в церкви там помыть или что-то сделать раз денег этого 1 без мужа но он то ходит храм но никакой не сектант а он курит а когда бросил сколько время прошло это не бросил еще где бросил там и поднимет надо чтобы года три прошло это рабство уста курящего кодельница демона как говорит он кронштадтский если он знает сам себе его не отучить когда человек принимает христа он понимает его тело храм божий если храм ты скажи когда в церковь зайдешь и там курить будешь он что скажет нет а мы храм божий ты в себя дым загоняешь то ты тот то храм из камней а этот храм то божественный который в вечности будет этот храм то в миллионы раз дороже того каменного а ты внутри его запускаешь дым у у вас чистое слышно что я говорю тут что то какие то звуки дополнительные надо молиться у вас оружие это другого нету посты молитва а вот еще за маму у меня мама 15 лет пьет у нее много пьет и долго она год не пила потому что у нее проблемы с желудком были она рвала кровью но через год друзья сказали давайте новый год выпьем мы что-то ничего с тобой не будет только молитва молитва достигает ход на до конце земли будет мы не имеем права никакого поэтому мусульман он узнали что пьют голову отрезали и все но у нас этого нету ничего нету его даже посадить нельзя он пьянствует буйствует и дерется ворует и что попало материться таких там у нас вокруг тут рядом они не желают слышать ну ты отойди в сторону и молись терпение терпение вышел сеять и сеять горит а выросли терния сел то пшеницу но а другое все таки дало плод вот надо смотреть руки не опускайте откуда горит знаешь жена не спасешь ли мужа видите определенно не поставлена в обязанность спасти его обязательно рядом со христом ходили ученики а потом отходили и у святых были близкие друзья товарищи а потом сделались предатели и гнали их христос говорит меня гнали будут гнать и вас меня слушали вас будут слушать надо смириться с этим молиться считать очень наш и да будет воля твоя мы даже нас настраиваемся на то что я молюсь о здоровье тут заболел ребенок обязательно чтобы он вы выздоровел нигде не сказано что обязательно я вопрошаю а как бог он знает кто он будет он может злодей будет поэтому я вам сейчас скос скину здесь как мне сказали врачи как мне сказали врачи старший ребенок Настя болеет ну как приступы бывают раз в месяц раз в год эпилекция криптовенна эпилекция сказали врачи мы за нем молимся мы все как положено и таблетки пьем но я сомневаюсь делали это дело не в таблетках он может быть бесноватый человек этот какие тут таблетки надо но тут опять только одно пост и молитва милостыня пост молитва вот это оружие пост молитва милостыня другое остальное все бездействие на что ты ему сделаешь за руководить не будешь человека у него эпилепсия если она еще разобраться эпилепсию него или беснования не знаю это надо там у вас на месте сходить или если есть верующий врач с ним посоветоваться а если священник со священником да именно так вот у нас нынче были женщины одна из них с одной рукой она родилась такая если у нас смотрите ролики то видели и она приняла крещение видела марина звать ее серегина сергеева она оказалась что не полное погружение после 7 июля у нас в озере крещение идет люди отовсюду приезжают и крещение полное как должно освещение проводит я вам скину данные я скину данные данные вам скину а потом вы уже ответите надо зайти мой мир mail.ru знаете там цифры много все остальное как рассчитывается как какое время по какому адресу чтобы там написано было то не телефонный разговор все да только там у меня два две страницы в одной я вот как здесь в шапке а другой там с голубем так именно вот такой что гея в шапке там модераторы сделали у нас большой коллектив работает у нас ресурс это очень богатая вот прям зайдите в mail.ru и страничку откройте а я пока вам здесь все данные скину здесь а дальше только там там будет а здесь и здесь можно тоже переписывается но не так удобно я вам скину все данные еще вопросы есть все хорошо давайте отключайтесь тогда я сейчас смотрите вам скину до свидания слава христу вы платочек носите всегда дома дома и на улице чтобы платок на голове был без платка молиться нельзя платок платок вы у нас видели как женщина одеты видели ну вот как они одеты ни одной волосинки не видно вот так вы посмотрите как у мусульмане хиджаб на иконах божья матерь как мария на ней тоже такие хиджаб надеты все пока с богом до свидания с богом выключайте